Приветствую вас на австрийском канале Harmony Nostre. Сейчас мы с вами находимся в замечательном моём любимом Бадгастане. Хотела вам просто показать, как отстроили центр Бадгастана. Пролистайте несколько месяцев назад, и вы увидите видео, какая в Бадгастане была разруха. Здесь была стройка, всё было навалено, а теперь посмотрите, какая красота! Новый выстроили отель Бадышлос со всеми делами, немножко появилась инфраструктура. Бадгастан находится частично в тени, частично на солнце из-за того, что здесь высокие горы. Вот смотрите, здесь стали продавать пиццу, чего раньше не было. Здесь открыли какой-то бар. Конечно, есть остатки строительства. Давайте я вам по-быстренькому покажу один из самых красивых водопадов в Австрии. Ну, самый красивый вид, он с обратной стороны, если не будете смотреть на помойку. Вот такой красивый вид. Прям в центре города протекает водопад. Вот улица немножко ожила. Отели ожили. Ну, отели в Бадгастане всегда оживают только зимой. Вот, видите, как красиво. Так красиво! Вот, а сейчас мы с вами пойдем прогуляемся по Казервильям променаду. Люблю этот променад. Один из самых красивых в Бадгастане. Вот здесь можно принять самые настоящие, самые сильные, неразбавленные радоновые ванны. Потому что прям здесь находится источник радоновых ванн. Вот осталось реставрировать вот это здание и достроить вот ту разруху. Вот там наверху проходит тоже интересный путь. Называется Хёрнвек. Тоже очень знаменитый в Бадгастане. Видите, вот протянут канат. С одной стороны водопада, на другую сторону можно здесь полетать. Предварительно нужно, конечно, записаться. И тогда кто-то придет и пустит вас в полет. Вот еще немножко солнышка. Смотрите, какой красивый Бадгастан, когда солнышко. А когда не солнышко, а такой холодный! Очень красиво украшено все еще. Вот, может быть, когда-нибудь и здесь что-то будет. Я не сомневаюсь. Я думаю, что в Бадгастане все-таки большое, великое будущее. Нужен просто, как вам сказать, грамотный менеджер. Вот здесь можно припарковаться, если вы хотите просто взглянуть на водопад. Или можно припарковаться в подземном гараже. Или как, в надземном гараже. Здесь есть тоже очень большая парковка. Прямо возле водопада. Меродок. Вот еще построили современную башню, а-ля Эмираты. А-ля Эмираты. Заглянула я частично в окна, как народ балдеет. Народ сидит в кафе, в баре. Народ ходит в халатах, принимает ванны. В общем, город немножечко ожил, так скажем. В этой церкви, я не помню, были мы с вами или нет. Но ничего примечательного я там не нашла. Поэтому сейчас не буду походить, показывать. Как-то я смотрела квартиру вот в этом доме. Очень красивая квартира была. Высокие потолки. Ну, как их отапливать, я не знаю. Но квартира в этом доме очень хорошая. Еще здесь, ну, почему я не поселилась в этом доме. Потому что, вот смотрите, здесь проходит дорога, да? С одной стороны и потом вот с другой стороны. То есть дом, он стоит как корабль. Как раз, по-моему, вот эту я квартиру смотрела, где окна сейчас закрыты. Очень хорошая квартира, очень мне понравилась. Так, тут тоже что-то, резидент, бутик, суит, это тоже что-то новое. Раньше такого не было. Ну, что-то такое. Может быть, какие-то квартиры. Какие-то, наверное, квартиры. А может быть, забегаловка, вот смотрите. Столики какие-то стоят. И что у них там? А, там бар. О, барчики пооткрывались. Ребят, я уже, честно говоря, очень давно не ходила гулять по Бадгастану. Все как-то, знаете, дом, работа, дом, работа. И вот выбралась. Вот выбралась. Сегодня у Стича день рождения. Можете побросать Стичу донаты. Стичу я подарила новую подружку. Подушку. Вот. Ему нравится топтать подушки. Ну, не обычные подушки, а специальные. Антистресс. Антистресс подушки с такими пластиковыми шарками внутри. Вот. И я ему купила новую подружку. Вот видите, здесь еще лежит снег. Прохладно. Прохладно это мягко сказано, да? Холодно. Холодно. Вот. Кайзер, Вильям, Променада. Смотрите, какие виды открываются. На всю долину. Ну, сейчас мы с вами еще чуть-чуть подальше пройдем. Вот. Люди здесь в основном говорят на английском. Я не знаю, откуда они приехали. Зимой в Гастайн приезжают отовсюду. Из Англии приезжают, из Ирландии. Конечно же, очень-очень много из Голландии. Подавляющее большинство. Потому что они едут на машинах. Ну, ехать, конечно, долго. Весь день. Но ничего. Можно доехать. Что-то я забыла, где этот променад-то. Вниз или вверх? Наверное, вверх. А, потому что вниз там уже, наверное, дорога к церкви. Променадик. Здесь вот они написали. Да, вот это и есть Казервильм Променада. Очень вам рекомендую, если вы здесь будете в Пруссал съездить. И вот сходите обязательно в Хёйнвэк. Кафе-кондитерайшу. Окей, я не знаю. Надо попробовать. Вот. Всё, что здесь есть, попробуйте. Ну, вот этот Променад, это очень клёво. Туда идти непроблематично. Сначала вы идёте по прямой. И потом, может быть, чуть-чуть в гору. Может, там полчаса, час. Ну, полчаса, наверное, да. В гору, ну, нормально. Нормально. Некритично. Смотрите, как вот здесь. Здесь бы классно было бы позагорать, да? С таким прекрасным видом. Красота. Красота. Отличные здесь виды. Кафе-шу прямо. Что за кафе-шу, не знаю. Но я взяла с собой денежку. Так что я сегодня ничего не ела. Я обычно на работе ем. Дома ничего не готовлю. Продукты не покупаю. Вот, смотрите, они тут некоторые изготовили. Они изготовили некоторые сувениры. Сант-Морец. Ага. Понятно. Некоторые сувениры из Гастайна. Вот. Шоп онлайн. Кайзер Вильям. Вот кто хочет пошопиться из Бадгастайна, пожалуйста. Все возможности, все двери открытые для онлайн-шопинга. Так, сейчас мы с вами пройдем еще один красивый отель. И потом уже будет панорамный вид на всю долину. Вот здесь в основном все виллы. Ну, 99% это вот эти лоджи, лоджи. Это все вот эти домики для туристов. Все здесь отдано для удовлетворения туристов. Поэтому сотрудники, которые приезжают в Гастайна работать, они могут найти квартиры и отели. Они должны сами предоставлять им жилье. Как было в моем случае. Да, уже несколько раз. Кстати, какие здесь красивые картины. Вот это мне очень нравится. Картина красивая. Во что-то я вляпалась. К деньгам. Ну да, к зарплате. К зарплате. Вот так. Можно купить, но, видите, не цель, ничего. Все под запросом. Под вопросом. Ничего не понятно. Картина красивая. Со снегом. Так что, друзья, если у вас есть собачки, убирайте какошата. Убирайте какошата за своими собачками. Снег уже такой замерзший. Смотрите, как красиво. Здесь еще остатки солнышка. Вот. Устеча Болоса в день рождения. Я ему купила новый сухой корм, который он получал в основном только как какую-то сладость, баловство. Так как у него сегодня день рождения, дала ему чуть-чуть побольше. Смотрите, как красиво. Красота, да? Лепота. Лепота. Вот. Ну, как обычно, конечно, кормила его корочкой. А потом мы еще сегодня чуть-чуть пошли погулять. Чуть-чуть. Отлично. Было солнышко. Ну, Гастайн – это такое место, где, не знаю, 99% дней солнышко. Я не знаю, почему так. Что здесь такого? Смотрите, какая клетка красивая. Что здесь такого чудесного, примечательного? Ну, здесь практически никогда не бывает пасмурно. Вот, смотрите, заброшенный отель. И люди стоят на балконе. Класс. Я бы даже побоялась бы, наверное, на этот балкон выйти. Ну, может быть, вот, знаете, вот эти все очень плохие квартиры, да, плохие дома, какие-нибудь старые, с плохими жилищными условиями, их отдают персоналу рабочим. Так, тут какие-то карточки, не знаю. Что за кружок умелые ручки? Вот Гастайн, он, конечно, такой странненький, странноватый. Но еще так мягко сказано. Вот это кафе Шу, который они тут на каждом углу рекламируют. В кафе вроде бы как горит свет. Можно будет потом заглянуть. Ой, даже люди там сидят. Да, открыто. Вот, смотрите, даже меню есть. Апфольштруды. Есть у вас аппетит на апфольштруды? Вот у меня есть на топфольштрудель. Аппетит. Вот если я хочу топфольштрудель, но к нему еще ванильный соус, стоит в два раза дороже. Вот этот соус стоит 10 центов. Мельхрамштрудель. Топфольт, палачинки, это блинчики. 9,60. Ну, в общем, в основном, видите, как сладости. А может быть, с этой стороны что-то другое написано. Нурбардс, а у мёгдых, так, онли кэш. Морринхэмд, это все вкусняшки. Казершмар, смотрите, это самый мой любимый. 13,70 стоит. А тут что? Можно суп съесть. Вот фритатан супа. Гуляш супа, смотрите, есть гуляш супа, 7,50. Ммм, омлет. Омлет 10 евро. Блин, ребят, вы чё? Ну, ну, как бы, знаете, я вам еще раз повторюсь. Ну, гасталь, как бы, он странненький. Он очень странненький. Вот, и даже здесь люди сидят. То есть, это всё, всё вот удано под это шу-кафе. Курхаус. Беринс. Фруштук пенсион. Фруштук. Вот тут вот можно переспать и позавтракать. Да, есть и такое в Гастане. Переспать и позавтракать. А что ещё нужно? Вот, было у меня вчера свидание. Кавалер возмутился тем, что я не заплатила за хотя бы за напитки. Хотя бы даже не притворилась, что я хочу за них заплатить. Ну, вот это мне потом написал в прощальном письме. Вот, поэтому у нас ничего не получится. Так он мне написал. И вообще играть в джентльмена, это тоже не его. Хотя я его изначально спросила, ты джентльмен? Потому что я встречаюсь только с джентльменами. Да, думаю, да. А что ты понимаешь под этим словом? Ну, я не знаю. Есть, да, определённое слово, у которого есть расшифровка. Неужели вот под каждым определённым словом разные люди понимают это по-разному? Ну, австритцы вообще не в курсе, что такое джентльмен или кто такое. То есть, чем-то едят. Он чувствовал себя очень униженно и оскорблённо, когда открывал дверь для меня. Очень ему было это противно. Почему я сама не открывала себе дверь? Может быть, он чувствовал себя рабом? В общем, кто знает. Вот из этого отеля тоже красивый вид открывается. Ммм, да? Класс. Вот эта теневая сторона, солнечная сторона. Тоже прекрасно. Если вот вид на долину Гастана, очень красиво. Вот мы уже практически с вами дошли. Ещё чуть-чуть осталось до панорамной площадки. Кирх век. Кирх – это кирхи, да? Это церковь. Церковный путь. Церковный путь. Церковная тропа. Тропа монахов. Удивительно, что вот это вот тоже отреставрировано и работает. И есть же вот у них гости. Вот тут ресторан есть у этих кирхов. Есть же вот у них гости. Ну, не может же вот такая махина простаивать. Ну, здесь в основном приезжают богатые итальянцы и швейцарцы. Вон, видите, у них швейцарские флаги наверху. Швейцарские. Вот посередине и вот справа точно швейцарские. А вот там что за флаг, не пойму. Когда-то, да, ещё, наверное, во времена Иосифа и Си-Си. Франция Иосифа и Си-Си. Вот это швейцарцы, богатые швейцарцы выкупили здесь проживание. То есть это что-то наподобие таймшер, да. То есть они могут в любое время сюда приехать и пожить здесь в отеле, в своём номере, да. В номере отель. Как бы не отель выкупили, а номера выкуплены. И вот они сюда приезжают. Странная система. Вот смотрите, как красиво. Конечно, сейчас уже солнышко ушло. Из Бадбрука. Это часть, которая в тени. Часть Бадгастана. Она называется Бадбрук. Ну, это очень-очень спокойная часть Бадгастана. Там есть кладбище. Там есть детский садик. Там есть променадик. Там есть тоже водопадик. Вот это вот белое поле. Это поле для гольфа. И вот большой отель, немножко правее, такое большое здание. Это отель Честа Гранд. Ну, для любителей гольфа. Туда в основном приезжают любители гольфа. Вот. Дошли мы с вами до панорамной площадки. Вот так она выглядит. Красивая, с гробом. Вот смотрите, какая красота. Вот. Наверное, на этом я с вами распрощаюсь. Приезжайте обязательно в Гастайн. И помните, что краше Гастайна... Наверное, вот так надо ворвать. Смотрите, чтобы горы было видно. А краше Гастайна нету ничего. Проверено. Запатентовано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...